У нас частный сектор, два кота, две кошки. Ну, заводить собаку, конечно, с котами не очень хотелось. А гуси, потому что, во-первых, они красивые, они умные, они хорошие охранники. Гуси похлеще любых собак. У них очень сильно развиты чувства слуха. Они очень хорошо видят. При этом, когда кто-то чужой подходит даже к участку, они об этом уже оповещают владельцев. И если кто-то попытается проникнуть на участок, они в любом случае будут нападать и атаковать. Причем у них зубки достаточно такие в виде пилы. И когда они кусают, они оставляют очень сильные шрамы. При этом они еще бьют крыльями сильно. Мы стараемся хотя бы пару раз в неделю. У нас есть пространство, где закрытые улицы, где нет особого трафика движения. Мы гуляем. Вроде люди в восторге. Людям нравится. Люди интересуются, подходят, кошкаются, хотят погладить. Но почему-то, к сожалению, все пытаются погладить с головы. Я называю характер своих роликов на бегу. Вот есть три минутки быстро заснять и побежать дальше. Вот я заснял и побежал. Нет у нас такого, что мы работаем, как-то обрабатываем ролики. Мы снимаем обычную жизнь. Без фильтров, без чего-то там. Просто что увидели, то и сняли. Эти люди, ну, они нам советуют, они нам помогают. Вот когда у Гриши были проблемы с лапками, да, когда вот он вырвал пальцы себе, нам штудировали информацию, делились, чем лечить. Вместе мы придумывали тапочки для Гриши. Вдвоем они очень хорошо взаимодействуют. Это мы заметили тогда, когда у нас были проблемы с лапами у Григория. Я когда взял гуся, взял больного, у него были проблемы с оперением, он не умел плавать, начал тонуть, вырвал себе на каждой лапе по пальцу. Мы его лечили около трех с половиной месяцев. И в этот период гуся от него вообще не отходила. Максимум расстояние это полтора метра. И в этот момент я понял, что гуси очень преданные.